Сегодня мы с вами подключим к плате ESP826612F в MS-D1 вот такой дисплей 128x64 по шине i2c. Установим дисплей на wearboard и подключим к плате ESP. Напряжение питания данного дисплея 5 вольт и подключаем шину i2c. Окей, дисплей у нас подключен. Изначально нужно знать i2c адрес дисплея, следом переходим в программы, i2c сканер и загружаем данный i2c сканер на плату ESP. Окей, загрузка завершена, открываем монитор, поставим порта, запускаем трансляцию и мы с вами получаем адрес 0.3c. Удаляем блок, далее переходим в дисплей OLED. Установим подключение. У меня на 64 пикселя, далее выбираем 0.3c. Переходим в дисплей OLED и установим положение дисплея. Здесь вы можете выбрать положение отображаемой информации. Изначально отобразим просто текст. Сделаем маленький отступ, например 10х5. Размер 1 и отобразим текст Artoblock English. Загружаем. Окей, загрузка завершена и мы с вами видим текст. Человеческий глаз не видит мерцаний, но когда снимаем на камеру мерцания, мы можем с вами наблюдать. На второй строке отобразим размер текста 2. Сделаем также маленький отступ от края в 10, а по высоте 17. И давайте сразу отобразим самый большой размер текста. Также сделаем 10, а тут 35. Пропишем R2, а здесь R2-блок. Чтобы все это у нас поместилось на нашем mini OLED дисплее. Окей, загрузка завершена и мы с вами видим текст. Теперь мы с вами рассмотрим, как отобразить значение переменной. Переходим в переменной и объявим переменной, к примеру, x. Тип переменной int. Изначально значение переменной у нас будет равно значению 0. Далее давайте садим блок присвоения данных и отправим значение переменной на дисплей. Я думаю мы сейчас с вами возьмем вот этот блок. Сделаем маленький отступ и вот здесь на свободном месте отобразим наше число. Пропишу я отступ по оси x 85, а по высоте давайте сделаем 40. Установим переменную и далее сделаем самый простой счетчик чисел. Значение переменной плюс 1. Добавим маленькую задержку. Сейчас мы с вами загрузим программку и увы, сейчас у нас произойдет загрузка программки и вы увидите, что у нас не обновляются значения. То есть чтобы отобразить какое-то значение нужно затереть полностью дисплей и обновить картинку на дисплее. Обратите внимание, 0, 1, 2 и все в этом в одном пикселе отрисовывается. Следно переходим в дисплей OLED. Выбираем очистить дисплей. Устанавливаем в самом начале. То есть у нас получается это один кадр. Обновляем значение. Кадр у нас обновляется. Загружаем. Окей, загрузка. И мы видим с вами счетчик. В этом видео у меня все, всем спасибо за внимание, с вами был Виталий, увидимся в следующей видео, всем пока-пока и удачи в разработке новых проектов.